Игнатий Тихонович. Кого-то попросите, чтобы посмотрели у вас с аппаратурой что-то. И у меня постоянно разговоры, и со всеми разговор есть. Это что-то там где-то, это не из-за дальности, не из-за погоды. Да, наверное, наверное, да. Но у меня не одна передача, я беседую с Аргентиной, с Парагваем, с Австралией, с Англией, и везде у меня нормально. С Америкой там и из Калифорнии заходят, в машине едут и разговаривают, и просто отличная видимость, и всё. У нас большие снега, может быть из-за снега. Не знаю. Из-за снега. Вот сейчас слышно, говорите. Хорошо. Если сейчас слышно. Да, у вас это не компьютер, а планшет, потому что дёргается всё время. У меня на компьютере не было контакта, и я взяла iPod. Если вы меня слышите сейчас на iPod. Да. Нет? Ну вот сейчас я слышу. Ну вот. Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Вы чётко скажите, не против? Хорошо. Согласна, да? Не против. Хорошо. Всё, говорите, я вас слушаю, пожалуйста. Говорите. Я хочу вам сказать здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня? Ну вы меня узнали или нет? Нет, не узнал. Лидия Муранова. Я прекрасно знаю, кто вы, но что, это именно вы, я бы вас никогда не узнал. Так ведь прошло сколько лет? Ну именно так. Вот. А вот вы тот же самый человек. А мне говорят, вы, говорит, какой были, говорит, такой и есть, потому что я состарился в день, когда уверовала борода. И с того времени остаюсь в той же паре. Я абсолютно согласна. Я вас узнала бы везде и всюду. Хотя мы с вами последний раз виделись где-нибудь в девяносто первом году или в девяностом. Правильно? Я думаю, намного даже раньше, еще раньше. Нет, нет. Вы к нам заезжали на улицу Горького накануне нашего отъезда. А. Это я помню. Помню. Но я в девяносто втором году. Да, это был девяносто. Девяносто. В девяносто втором году я был в Америке, ездил по Америке. Это я тоже помню. Вы нам только звонили. Мы с вами не встречались. Да. А вот теперь я все хочу с вами встретиться. И никак не получается. А вот получилось? Я. Ну, слава богу, скайп. Да. Но ведь я в сентябре была в Москве, как я вам сообщала. Спасибо за ваши книги. И к вам не смогла добраться. Ну, книги понравились. А сейчас у меня еще билет уже закрыл. Ой, я их только читаю. Одну... Я их... Конечно, Игнатий Тихонович, ну, как вам сказать. Я же вам писала, могу повторить сколько угодно, что ваш огонь веры, ваш огонь молодой души, он на каждой странице, понимаете, на каждой странице ваших книг, тот самый неиссякаемый огонь вашей души. Этим вы и потрясаете весь мир. Это не комплимент, это действительно так. Вот и все. Так, все-таки, если вы помните, или я вам напомню, у меня ведь к вам большая просьба. Видите, сразу начинаю с просьбы. И не одна просьба у вас была, о сыне и о вас. Да, ну это, вот видите, вчера я, он от меня уехал вчера. Он у меня гостил две недели и уехал. И очень хотелось меня, мне вас с ним познакомить. Хотя бы, чтобы вы так через скай благословили его, потому что в двух словах не объяснить о нашей жизни здесь. Тем более армейская жизнь, он в армии с семнадцати, а ему же будет тридцать четыре. Пол жизни в армии. Можете представить, какая идет обработка мозгов. Поэтому, одним словом, у него, из моих трех у него, у старшего, есть интерес. К христианской жизни и к знакомству с вами. И вот не удалось вчера это, ну, связать вас. Вы мне только сейчас дали ваш скайп. Я его не знала раньше. Но это ничего. Что? Вы его не просили у меня? Я не знал, что вы не знаете. Как же так? Я вам несколько раз посылала электронную почту. Игнатий Тихонович, какой ваш скайп? Как с вами выйти? Где вы? Все ваши форумы прошарила? Не нашла скайп? Так я отвечал. Каждый раз я поступал. Но это ничего. Нет, не посылала. Ну, ничего. Главное, что все-таки мы сейчас, наконец-то, встретились. Что сказать? Какая у меня к вам просьба? Еще в Москве я была, вам посылала письма, жаловалась. У меня, кроме поездки в Москву, посвященную 9 сентября памяти отца Александра, это было 25 лет. Помните, я же вас тоже все приглашала. Когда Александра меня убили, мне сразу поступила телеграмма от родственников. Это я вам послала. Это вы? Конечно. Но это не важно. Просто в этот раз, прошлый сентябрь, это была память. 25 лет с убийства. Поэтому были большие вечера в иностранке. И во многих местах были вечера. И я вам писала все. Я впервые за все годы выступила там. На сцене библиотеки иностранной литературы с обзором православной жизни в Америке. Вот. И поэтому весь там зал зашевелился от того, что услыхал больше негативных оценок. Все думают, что мы здесь в таком раю живем. И духовном в том числе. Нету никакой информации о настоящей жизни. Но это не важно. Беда в том, что я приезжала по второму делу о возвращении гражданства на пенсии. Выходя на пенсию, хотела уже получить назад отобранное гражданство. Так ведь получилось, что мы уезжали именно в канун самой ломки. СССР рушился. И мы уехали из СССР. А сейчас я хочу вернуться в Россию. В другую страну. И две встречи с адвокатами. Мне там устроили встречи с адвокатами. Одни и те же ответы. Что если мне дадут российское, то отберется американское, а с ним моя пенсия. Такой странный замкнутый круг. Америка не будет платить пенсии тому, кто не является гражданином. Абсурдно, не правда ли? Это меня загнало в тупик. И я не могу найти никакого ответа. Поэтому я видела ваши, я же постоянно отсматриваю все ваши встречи. Вы там приходите в гости к каким-то чинам, которые вам всегда в течение разных времен вам помогали. Вы приходите к ним, дарите ваши книги. Может быть, какие-то чины хотя бы мне дадут информацию, куда обратиться, где изучать законы. Здесь я ничего не смогла найти. Ничего. Нужна информация. Потому что я, например, некоторые бывшие диссиденты имеют по два-три гражданства и спокойно живут. Какой-то у вас там есть такой познер, телеведущий, очень неприятный мне человек. И другие люди. Алексеева такая старушка была, яркая диссидентка. И сейчас она очень много выступает, но ее там называют этим, как сказать, вашингтонский депутат. Как бы на другую страну. Ну, в общем, одним словом, у вас сегодня две страны. Две власти, две страны. И, конечно, мне очень хочется вернуться в ту страну, которая всегда была сильной, независимой ни от каких влияний. Вот. Хотя бы на пенсию. Хотя бы, чтобы помереть по православному обряду. Понимаете? Это не шутка, это серьезно. Ну вот. Вот такой вопрос в области информации. Кто-то может мне куда-то послать, где прочитать документы, чтобы определить свой статус. Понимаете? Я вам вопрос. Очень серьезный вопрос. Вопросы задам. А сколько у вас стаж был, когда вы уезжали в Америку? Русский, советский стаж. Сколько был? Ну, если мне было 38, лет с 18 я начала работать около 20, я думаю. Ну и вам зачем больше беспокоиться-то? Вы возвращаете к гражданству, а теперь начинаете говорить по прошлой жизни, и пускай вам насчисляют, какая пенсия будет. Очень просто. Во-первых, американцы от своего устава не отступят. Они пенсию с вас сгладят, не будет ее. А сюда переезжать вам не запретят, вы можете выехать. И сразу же начинать хлопотать по тем местам, где вы были. Как будто никуда у нее езжали, и все. Пришла за пенсией. Хорошо. Вот вы мне уже дали направление. Да. Буду выхлопатывать пенсию. Вам сколько лет сейчас? 62. 62. 62? 62. Я понял. 62. 62. Ну что? У нас могут сделать пенсионный возраст за 70, а вы сами его на себя наложите. И когда начнете хлопотать пенсию, попутно можете устроиться на работу, подходящую по силам, дополнительные годы. И у вас будет полноценное русское настоящее. А наша страна готовится стать полностью независимой. И вы видите, какие дела поднимаются? Так вы посмотрите. Весь мир сейчас смотрит с тревогой. Очень рада за все ваши дела. Ну да. Мы усилием сильную молитву сейчас за Путина. Очень рада. Да. Владимира Владимировича. За Рамзана Кадырова. Это как ворота, препятствующие оттуда идти. Этим преступлениям разным. Так что усиливается. Я все это смотрю. Вчерашнее у нас собрание... Игнатий Тихонович, я все это смотрю. Вчера у нас исполнилось общине 25 лет. И вы собрание посмотрите. Оно в Ютубе и в моем мире. Посмотрите, о чем мы рассуждаем. Так что у вас вопрос... Игнатий Тихонович, я... Игнатий Тихонович, я вас все всегда отсматриваю. Я такой как бы незаконный член вашей жизни через большие расстояния. Все это я отсматриваю. И очень рада, что вы так живете замечательно. Вот. И более того, у меня уже билет есть на следующий сентябрь. На следующий сентябрь. Билет в Москву. Слышите меня? Я слышу. Слышите? Да. Слышите? Слышу. Ну вот. Я вас... Есть ли... Пригласите ли вы к вам? В Потеряевку. В Потеряевку. В Потеряевку. Да, да. Так. Теперь цель приезда в Потеряевку. Объясните, чтобы я мог другим-то там объяснить. Цель приезда какая? Да я вас очень люблю на расстоянии, всю вашу большую общину. Хотелось бы познакомиться реально и пожить в вашем мире. Погостить. Дело в общем, 10 октября мы выезжаем из Потеряевки. Дело в том, чтобы я там был. Без меня-то вы там, но вас никто не знает. Мне нужно, чтобы вы приехали хоть чуть пораньше захватить. У меня... На какое число сентября у вас билет? У меня билет... У меня с первого сентября. Ну, нормально. На двадцать седьмого. Все. Весь сентябрь. Ну, все. Я... У нас не положено приглашать, а дается разрешение. Я вам разрешаю приехать. Потому что мы там будем, мы определим, где вы будете жить, и вы будете с нами. И мы с вами будем с утра до вечера вместе. Вот так. Вот так. Я была у друзей... Я была у своих сыновей на Гавайях, в Калифорнии, в Колорадо. Но самое лучшее место – это побывать у вас на Алтае. Да. Алтай – это жемчужина Сибири. А Сибири будет перерастать Россия. Еще Ломоносов Михаил Васильевич сказал. Да. Все это я знаю. Вы знаете, мы... Я как паспорт... Когда Гитлер был под Москвой-то, как только пришли туда дивизии из Сибири, а Мороз-то какой был-то, и они в полушубках и говорят, они не боятся Мороза бросили их. Они боятся, но они не такие уже хлюпики-то. И обстановка-то изменилась на фронте. Сибирь отличалась приветливостью, гостеприимством. Это особые люди были, которые что-то терпели, бежали. Тем более наши корни-то старобрядческие. Они были преследуемы. И поэтому все это закалялось в борьбе. Подставьте, что люди говорят, ребенок, хочу быть этим космонавтом. Я в пять лет знал, кем я буду. Я хотел быть террористом, отомстить коммунистам за мою поруганную родину. С пяти лет даже трудно поверить в это. Я себя и колол, и стрелял, еще только учился по-настоящему жить. А Господь показал, ты будешь страдать. Все, Игнатий Тихонович. Я очень рада, что наконец-то мы свиделись. Да. И теперь, если возможно, я буду иногда вам надоедать, потому что вот это время мне очень подходит. Я прихожу с работы в 12 ночи и как раз могу с вами встретиться. И потом, если вы знаете, что в сентябре время бежит быстро, я приеду к вам, то какие-то у вас есть пожелания или просьбы, составляйте список и передавайте мне. Ну, главный список. Вы видите нашу жизнь, приготовьтесь к тому, что образ жизни несколько другой будет. Мы рано встаем всегда в 400. А вот, Игнатий Тихонович, я к вам хочу приехать, как сказать, поучиться. Я, Америка меня развратила, расслабила, как и должна. А к вам именно, чтобы совсем не деградировать, немножечко восстановиться и в духовной жизни в первую очередь. Это первое. А второе, ну, ладно, это долгий разговор. Я, если имею разрешение, опять с вами выходить на контакты, уже с какими-то вопросами. Хорошо? Хорошо. Вы можете прийти с сыновьями, с одним, с другим, побеседовать, познакомьте меня с ними. Мы им дадим вперед. Они уже в... Я попробую. Они далеко живут, они в разных штатах. Я одна. И скайп некому починить, как вы сказали. Я все делаю сама. Я... У меня нет никого. Рядом. Это ничего. Как-то давно вы мне написали или даже обо мне говорили по скайпу, когда я вас просила рассказать ваши впечатления об отце Александре. Вы вернули фразу уже тогда и сейчас повторились, что, мол, действительно, я должна быть избалованная, такая американочка, и зачем это я в какую-то деревню потеряю в Куедо, где нету души, где нету джакюзи, где нету Макдональда. Я очень надеюсь, что много вам смешного и грустного расскажу о том мире, в котором я живу почти 25 лет. Так что... И вам, может быть, будет интересно. Хорошо? Ну, если будет неинтересно, вы увидите, что мне это неинтересно. Я даже говорить не буду. Мне интересно все, что связано... Конечно. ...двумя параметрами. Два. Первое. Любовь ко Христу и любовь к Святой Библии. А отсюда любовь к человеку. Вот в этом весь. В этом весь. А это бы я вам... Об этом бы я вам и рассказала. Американская жизнь в этих двух аспектах. Само собой. Само собой. И много грустного. Вот вы удивитесь. Как я понимаю, вы все еще находите под зарубежной церковью, да? Да. Правильно? Ваша община. И никогда мы оттуда не уйдем. Вот. В патриархии мы не соединимся. Не уйдете. Никогда. Вы... Я знаю, я понимаю. Сейчас наше сознание посмотрите. Я эту новость... Ну-ну. Но ведь, когда вы были в Америке, вы же не были в Джордан-Вилл, да? Это Троицкий монастырь, где самая резиденция зарубежной церкви. Там я и жил. Не были? Жил там. В Джордан-Вилле? В Джордан-Вилле я и жил. Именно Джордан-Вилл? Конечно. Там я выступал. Вот так. Я выступал... А вы имеете... С такой темой выступал. Будущее России во свете священного писания. Там были и китайцы, и корейцы, переводчики переводили. Это широко было известно. А вы с ними поддержите контакт все эти годы? Нет. Нету контакта никакого. Но они обо мне написали... А вы хотели бы восстановить... Нет, не хочу. А они как раз тогда... Вы хотите... Писали они обо мне, что был человек... Ну, меня называют там... Человек как будто из книги «Жития» сошел. Это правда. Я согласна. Но видите ли, Игнатий Тихонович, этот монастырь в пяти часах от нас, от моего дома. Это близко. Я с ними была в близком контакте. И даже почти уже переезжала туда сыновьями очень давно. Чтобы сыновья вырастали в стенах монастыря. И может быть, кто-то выберет путь монашества или священства. Но как холодный душ меня ошпарил то, что... Там очень плохой дух, там гомосексуализм процветает. Это не сплетни. А это ситуация сегодняшняя в Джордан Вилле. Среди монашества. Я там был в 92-м году. Ничего подобного, даже намека не было. Я в это не верю. У меня, к сожалению, грустные... Это не разговоры, не сплетни, а личные общения, к сожалению. И столкновения с некоторыми монахами, с которыми поначалу подружилась, а потом раздружилась именно по этой причине. Это так. Вот. Поэтому, может быть, ваша некая наивность вас и спасает. Вы видите, что... Я просто не могу поверить, что существует такой грех. Я знаю по теории, что он и есть, но мне не вкладывается. Как это? Как, насколько это противоестественно, безумно? Знаете, Тихонович, и у меня это не вкладывалось, пока я сама этого очень не столкнулась. Зачем вам рассказывать историю? Один монах со мной подружился, с моей семьей, еще хорошо говорящий по-русски. Естественно, это было мое слабое место поговорить о духовности, о церкви и так далее. Он-то и отказался именно таким. Не знаю. Это очень сложный мир, в котором я живу. Очень. Поэтому хочется уйти, отдохнуть. Этот мир очень сложный, замаскированный, многоликий, показушный. А как только в него этот мир окунаешься, начинаешь тонуть во всем. Вот. Это тот самый свободный мир, так называемый. Вот эти свободы и привели к полному краху, отсутствию какой-либо духовной жизни. Ну, ладно. Вот я к вам приеду и буду вам жаловаться. Хорошо? Ну, а вы не будете жаловаться. Вам некогда будет жаловаться. У нас работа. Когда я был... И хорошо. Когда я был в Сан-Франциско, то там был Антоний, Сан-Франциский. Ну, Петр Перекрестов. И они меня позвали там, где мощи Иоанна Шанхайского. И говорят. Там рядом стояли с мощами. Вот к нам и подают принятие их из Московской Патриархии. И список священников. Вы кого-то знаете? Я посмотрел, говорю, мой брат, отец Аким, про Таирею, он знает. Многих из них. Я не знаю. Ну, а как их узнать? Вот берем, а они потом такие. Я говорю, очень просто. Присылайте в Потеряевку на три месяца. И через три месяца я вам дам полную характеристику. Полную. Он будет работать вместе с нами, ходить на занятия, ходить в церковь. Он не скроется. Я вам дам характеристику, и все. Человек познается в труде, в совместной жизни. Вот приехал тут... Все правильно. ...Филипп, Филипп я был там, вроде он как поэт, пишет. Это, ну, недавно был Глеб Грозовский, тоже обвиненный там в чем-то, там педофилии и прочее. Это, я ничего не знаю, я мгновенно поднимаю всех людей на молитву, чтобы Господь прояснил это дело. Вот и все. У меня ответ один. Я всех зову к ногам Христа. Я сам проясниться. Я не присоединяюсь никакими ни клеветами. Для меня это не надо. Я сам грешный человек. Все знаю. Я знаю вас, как старого-старого друга. Вот вам фотографии, видите? Да, вижу. Это мое любимое фото Иоанна Шанхайского, Сан-Франциского. Да. Вот у меня здесь все, как я вам сейчас покажу. Я вижу. Вот мой. Видно вам все? Да, вижу, вижу. Потише маленько только. Потише. Иконосток. Не успевает проявиться. Ну, я вижу, у вас хороший иконостас. Иконостас. А почему там Александр Меньто стоит в иконостасе? Нет, здесь нет. Нету, а я видел там внизу. Там Христос. Нет, это иконостас у меня. Вот, видите, с огоньками такая доска длинная. Ну, ну, ну. Это мой иконостас. Христос, Владимирская Божья Матерь, Серафим Саровский. Сейчас Серафим Саровский. И потом все святые, мученики, новомученики. Вот это мой иконостас. Да. А это полочка, где у меня лежат, стоят и фотографии отца, и мои дети. Это мои дети. Отец Александр. И отец Иоанн Шанхайский. Как бы мои друзья. Фотографии моих друзей. Понимаете? А там уже, опять же, иконы. И вот опять семейные фото, потому что дети далеко. И я по ним очень скучаю. Это те совсем давние фото. А эта икона, это одна художественная. Это как в символе иконы сделана. Но это не икона. Ее не освещали, ничего с ней не делали. Это как бы такой подарок иконописице из нашего прихода. Видите сейчас, нет? Я вижу. Вот это, видите? Да, кто это? Вот. Это отец Александр. Ну, я боялся сказать. Я вам скажу, вот какое. Да, это. У нас принято так, чтобы в комнате не было ни одного портрета из наших родных или близких. Они лежат в комоде. Надо посмотришь. Ничего, кроме священных изображений. Это у нас принято так. Поэтому я вопросы задал. Это ваша кома, это ваше дело. Но у нас принято так. Все остальные, какие были фотографии, они сложены в шкафу и когда надо смотрят. Я и дом мой будем служить Господу. Я с вами согласна? Да. Ну, это и так понятно. Другие не знают. Я с вами согласна. Я с вами согласна. Но то, что я живу одна. У меня такой мой маленький монастырь. А мои дети. Вот они, мои дети, трое. Вы их можете в шкафу не попали. Они очень далеко. Но в шкафу положить, днем посмотреть. Ну, поймите, что это... Ну, у нас... Хорошо. Пошла, положу в шкаф. Они все в шкафу лежат. Там эти альбомы. Надо посмотрел. На изображениях вокруг у нас ничего нету, кроме икон. Мы однажды это постановили, и мы никогда не ошибемся. Хорошо. Людям не надо объяснять. Они скажут, что такое, зачем? Спасибо за совет. Ну, благодарю. Сейчас положу в шкаф. Да. И вы потом... Все, Игнатий Тихонович, спасибо большое. Я так... Я рада очень разговору с вами. Ваша сила духа, очень надеюсь, издвинет мою жизнь с мертвой точки. Знаете, одна проблема. Старость – это такое жуткое, комфортабельное болото смерти. Вот это у меня как от этого... Старость – это... Я говорю, амир... Да, я говорю, старость – это святоносная свобода во Христе Иисусе. Все, что я имею... Это только у вас. Я могу поднести и сказать, Господи, хлебы Твои приплыли. Вот я их беру и подношу. У меня каждый день ликование с утра до вечера во Христе. Врагов много, поносителей много, друзей много. И ты со мной, Господи. Вчера вот один из Германии, и он там из Хариста. И Господь вам... Вот как вы... Кто болеет, как... И Господь вас вселяет больше. Я говорю, я молюсь и надеюсь на Господа. Прошу его святой воли. Больше мне ничего не надо. А какая воля будет? Может быть, мне голову снесут. Я сейчас добиваюсь проехать террористом в ИГИЛ, который бомбит. Президенту написал письмо патриарху. Вот сейчас не могу послать письмо, готовлюсь Рамзану Кадырову. Министерство иностранных дел поблагодарило меня. Но дальше дело не пошло. Я сказал, более подходящие фигуры не найти. Во-первых, возраст. Я не террорист. Они примут. Дальше. Я знаю Коран от корки до корки. У меня целый том вышел, где я разъясняю в сравнении с Библией. Вам не слышно? Не слышно? Слышно, слышно. Да. Я все слышу. Что-то ваше изображение пропало. Дальше. Кроме того, у меня по природе дедушки заезжали мусульмане всегда. У нас очень хорошие отношения. Я там буду, чтобы быть с ними на самой передовой и молиться с руководством. Быть, молиться. Да, да. Я слышу вас. Ну, изображение-то пропало ваше. Сейчас появится, появится. Я слышу вас, да. Ну, да. Алло. Я слышу вас. Слышу, слышу. Говорите. Так, я хочу сказать вам на будущее, что я вам очень благодарен, что вы меня привели к отцу Александру Мень, познакомили, а дальше мы уже пошли сами. И второе. Нас приходил с Александром Менем, очень много фотографировал, фотограф какой-то. Но ни одной фото-карточки я не получил, уехал. У вас нет случайно фотографий наших? Не слышно. Ваш голос исчез. Не слышно. Нету. Нету. Исчезло. Нету. Ничего нет. Не слышно. Ни слова. Ну, ладно тогда. Не слышно. Я не знаю, почему. Я вам напишу. Напишу. То есть фотографий ни одной у меня нету с отцом Александром. Он мне подарил только где он на кладбище перед могилой матери своей. Только одна фотография. Ну, что ж. До следующего раза. Что-то посмотрите с вашей аппаратурой, чтобы она была нормальная. Да благословит Господь. Во славу Божию. Я рукавички починяю. Видишь как. Рудакiza. Вторая фотография. Все. Продолжение следует...